на канал из гет поступил такой вопрос по какому принципу господь избрал своих учеников ну конечно до конца мы понять это не можем потому что господь сам решает это его воля кого избрать кого выделить но размышляя на эту тему мы все-таки можем видеть что он избрал не мудрых мира сего избрал простецов чтобы собственно говоря пострамить тех мудрых которые считают себя мудрыми он избрал простецов эти простецы простые рыбаки они победили мир не философы не какие-то ученые мужи не люди получившие какое-то особое просвещение те времена и последующие времена если они не познали христа если господь не избрал их если господь не коснулся их то они остались на уровне человеческой истории на уровне такой общечеловеческой памяти многих уже забыто апостолы просветили всю вселенную вот эта простота их открытые сердца сделали их местилищами духа святаго они смогли довериться богу по простоте сердца своего смогли решиться пойти за христом и здесь для нас очень такой важный пример насколько важно иметь простоцу сердца ну что такое простота сердца это не есть некая такая скудость а простота сердца это открытое сердце сказал что если не будете как дети не сможете выйти в царство небесное это детская простота детская открытость детское доверие помогает нам стать сильно верующими людьми и чтобы эта вера была живой и чтобы через надействовать господь это простота это чистота сердца всегда богу угодно и всегда является таким условием для того чтобы человек мог нести веру и другим людям но кроме простоты апостолы еще имели решимость решимость составить все и последует за ним евангелие мы читаем проходя болезнь море галилейского он увидел двух братьев симна называемого петром и андрея брата его закидывающего сети в море ибо они были рыболовы и говорит им идите за мной я сделаю вас ловцами человеков я не тотчас оставить сети последует за ним вот у нас в жизни бывают такие случаи когда господь призывает нас он говорит нам прикровенно в нашей совести и дачи с обстоятельства жизни которые как-то меняются через людей которые с нами встречаются что мы должны оставить свои привычки которые были раньше оставить ту жизнь которая мешала нашему спасению последовать за христом уже нельзя оборачиваться назад мы должны решиться на то чтобы жить по-христиански жить благочестиво и так важно услышать этот призыв и так важно откликнуться на него и в конце концов в решиться пойти по пути спасения оставить все ненужное что нам мешало оставить все любимые наши грехи которые нас тянут вниз оставить все страсти которые мы служили когда-то и когда мы решимся на это то господь и нас делает ловцами человеков конечно как апостолов но по крайней мере если мы будем верными ему то господь всех верных своих бережет и дает им особое послушание дает особое направление в жизни чтобы воля божия распространялась через таких людей на других чтобы люди приходили ко христу и чтобы выйти спасение внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а 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